Первое. Второе. Значит, вот работа продолжается, мы уже согласовали ряд пунктов, официально еще не утвержденных, но очень важно, например, касающихся вольного расселения по стране. Отчего такие пробки в Москве? Потому что жизни нигде, кроме Москвы и еще нескольких мегаполисов нет. Сегодня, просто понимаю, почему жизни нет. Потому что бюджетная обеспеченность в Москве на человека в 30 раз больше, чем в большинстве других регионов страны. В 30 раз. У нас четко записано, разница в бюджетной обеспеченности должна быть не более, чем в 3 раза. Понимаете разницу? Это значит и в Угличе, и в Торжке, и в Твери, и в Сызрани, и в Томске, везде можно будет нормально жить. И во всех нормальных городах. Понятно, Юрий Юрьевич. И дальше. Стимулирование вольного расселения жизни в малых городах, поселках и так далее. Другой пункт касается минимальной зарплаты. Безусловно, минимальная зарплата выше прожиточного минимума, а прожиточный минимум посчитанный честно, внимание, в него должна быть включена стоимость найма на свободное рубль хотя бы скромного жилья или покупки его в рассрочку у государства. Важный пункт. Следующий пункт. Хватит нам топ-менеджеров всяких этих Роснефтей и так далее. Значит, максимальная разница между самой маленькой зарплатой и самой большой зарплатой на госслужбе не более, чем в 10 раз. И нельзя так, что у всех вот единичка, а у одного начальника 10. Нет. И разница между средней и максимальной не более, чем в 5 раз. Никаких топ-менеджеров, ни в средствах массовой информации, ни в Роснефте, ни где бы то ни было еще. Только единая государственная зарплата. Еще один очень важный пункт. Мы уже привыкли, что куда ни пойди, везде надо платить. Мы привыкли, что государство оказывает нам какие-то услуги, а значительная часть услуг переведена в частный сектор. Вот вы хотите оформить свою собственность, вы не получаете ничего нового. На государство за то, чтобы оформить ваш земельный участок, требует, чтобы вы платили частные компании за межевание, в БТИ за межевание и так далее. Так вот у нас четкий, ясный, вот это новый пункт, который мы согласовали, ясный разназначный. Права гражданины не требуют покупки у государства. Ни за одну справку государство не должны платить. Ни одной справки, которую дает один госорган для другого органа, выбрать не должны. У государства все это в электронной форме есть. Еще раз, межевание государству надо, чтобы вы там межевание провести, вот государство за свой счет и проводит. Вы ни копейки не платите за то, что и так ваше. Это фундаментально не дачная амнистия, которую каждый день грозят прекратить, а вообще пресечение этого бандитизма. Все, что касается оформления собственности, это государство хочет навести порядок. Так вот она за государственный счет этот порядок в отношениях собственности и наводит. Последнее. У нас даже воительские права исхитряются так, что вы здесь платили, там платили, за медсправку платили. Вот здесь должно учиться. Фундаментальное положение. Вот у вас есть базисное право. От вас должно требовать только одно. Сдать экзамен. Сколь угодно сложный экзамен. Но он должен быть бесплатный. Сдали экзамен, иметь право есть. Где вы учились, хотите в самой дорогой школе, сколько хотите. Но если вы идеально сдали все экзамены бесплатно, не учась нигде, а учась у дяди или тети, это ваше право. Ни за что платить вы не должны.